И так, всем привет, с вами я, Хэллоу7, и сегодня мы продолжаем играть в нашу сборку со 100 модами и более. В прошедшей серии мы сделали дрель, а также поисучали некоторые другие моды. Закончили мучения с фермой, вот, и теперь у нас всё хорошо и отлично. Только тут паук нам мешает. Итак, осталось только поставить факела, которых у меня нету. И всё. Давайте посмотрим, чем можно сегодня заняться. Сегодня я бы хотел поизучать Таумкрафт и, наконец-таки, сделать ту самую матрицу. Вот, наполнение магии. Значит, каждого виса нужно по 25. У нас довольно много вис. А, нет, у нас обитые железом. А нам нужно побольше, покруче сделать. Допустим, стержень из великого дерева. Давайте прямо сейчас его сделаем. А, вот, у меня как раз-таки есть. Что-то я тупанул, мы его уже давно сделали. Так, ну и давайте тогда начнём делать матрицу. Значит, нам нужно магические кирпичи, 4 магических кирпича. А потом магический пьедестал и магический камень. По центру надо поставить ревническую матрицу. Давайте быстренько всё это сделаем. Вот, ревническая матрица делается вот так. Вот. А магический камень делается вот так. Давайте всё быстренько сделаем, и мы вернёмся. Итак, конструкция готова. Значит, здесь магические кирпичи, которые делаются с помощью 4 магических камней. Вот так. Вот там обычные магические камни и матрица. Ревническая матрица, которая делается вот таким вот образом. А также пьедестальчик, который делается очень легко. Итак, теперь мы берём палочку. Кстати, на Battle Tower я распределил вот это всё фигнюшку. Не стал строить рядом с фермой, потому что, ну, там порча, вы понимаете. Там всё будет плохо, если мы рядом с фермой будем всё это делать. И нам нужен воздух. Давайте быстренько сейчас найдём воздух, и мы сделаем эту ревническую матрицу. Итак, не прошло секунды, мы подходим и нажимаем на... Подождите, а что мы делаем? Что-то пошло не так, или мы что-то сделали не так? Так, магический пьедестал. А, вот в чём дело. Надо ревническую матрицу поставить вот так, что ли. Так, пойму пока что, как сделать это. Да, вот таким образом мы сделали ревническую матрицу, и нам нужно около девяти пьедесталов. Так, ставим мы вот так их. Сейчас я доделаю платформу, и мы сделаем пьедесталы. Итак, я сделал восемь магических пьедесталов, и мы их ставим вот в таком вот положении. Итак, в два блока отсюда вам, в два блока отсюда вам, и в два блока отсюда вам. Потом вот так, вот так примерно, и вот так. А, ну и здесь ещё. Всё, теперь у нас готова ревническая матрица, и мы готовы делать предметы. Но для начала нам нужно сделать вот следующую вещь. Это очистка эссенции. Для начала алхимическую печь, а потом уже перегонные кубы. Поставить можно максимум пять перегонных кубов, поэтому мы сейчас сделаем пять перегонных кубов, потом сделаем алхимическую печь, и мы к вам вернёмся. Итак, пока ходил, делал всё для нашей алхимической печи, нам понадобился фильтр. А фильтр делается из досок серебряного дерева. Поэтому я пришёл сюда и добыл немного серебряного дерева. Целых стак. Поэтому мы сейчас продолжаем делать нашу замечательную химическую печь. Мы скоро вернёмся. Итак, пока добывал ритуалы, точнее узлы, я увидел ритуал с ребятами, которые занимаются им. Я надеюсь, что если я их сейчас убью, мне выпадут «Багровые ритуалы». Это такая книжка, которая открывает новые возможности в том крафте. Давайте сейчас подерёмся с ними, и я вам покажу весь дроп, который может вывалиться из них. Так, убиваем багровых магов, они нам мешают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, багровый ритуал из них выпал, потому что очень нужен. И давайте посмотрим, что из них выпадет. Так, на меня действует отравление. Очень сильное отравление. И единственное, что выпало, это штанишки. Так, давайте добудем, насколько это отравление будет действовать. Давайте вернёмся домой. И продолжим крафты. Итак, вернувшись домой, я отчаялся, потому что у нас нету лавы. Мне приходится идти и её добывать. Вот так мы это дело делаем. Возвращаемся и, как вы видите, суем всё в лаву. И также продолжаем делать всё, что нам нужно для печи. Так, у нас лишняя лава. Давайте её, допустим, куда-нибудь выльем. Я даже не знаю, куда можно вылить лаву. Ну, допустим, вот сюда. Не знаю почему, но давайте дальше продолжаем делать крафт. Итак, несложно догадаться, что у нас уже все ресурсы готовы. Поэтому мы сейчас делаем вот следующим образом. Выставляем всё крафт вот так, вот так, вот так, вот так. И у нас получается алхимическая фигнюшка. Хотя нет, не получается. Потому что мы делали это всё не на магическом верстаке. А вот давайте сейчас сделаем. Почему сейчас не получается, как он крафтится? А, вёдра посерединке надо ещё. Так, раз, два, три, четыре, пять. Всё. Итак, у нас готово все пять фильтров. Точнее, не фильтров, а перегонных кубов. И теперь мы ставим наши замечательные конструкции вот сюда. Почему вот сюда, я сейчас объясню. Так, значит, ставим в атаках. На всякий случай, если нам не хватит, чтобы дотянуться до этого, мы сделаем вот так. Ну, а также дикокрафт. Итак, возьмём немного уголька. Любого. Хотя нет, не любого. Скорее всего, обычный. Вот. И сунем в альхимическую печь. Дальше возьмём таумометр. Где он у меня? Я где-то положил таумометр. Я не знаю, зачем я его положил. А куда я его положил, я уже забыл. Так. Что у меня сраные ядовитые стрекозы? Так, давайте положим все ресурсы и найдём этот чёртов таумометр. Потому что я не знаю, куда я его положил. А, видимо, ребят, я его в очке откровения положил. И ладно, хрен с ним. Давайте возьмём любой склиток и положим его в альхимическую печь. Итак, вот сыточек и вот химическая печь. И теперь у нас будет рассредотачиваться по перегонным кубам аспекты. Эти аспекты нужно будет поставить в банки и вот здесь вот так вот расположить, чтобы когда матрица делала вещи, она высасывала аспекты из этих банок для реконструкции предмета. Ну и теперь мы возьмём один из важных аспектов данной матрицы – это стабильность. Стабильность всегда нужна, поэтому сейчас мы сделаем свечки из таумкрафта. Вот. Ну, можно сделать любую. Для этого нам понадобится магический жир. Это надо сбросить наш тигель. Два предмета на магию. Но у нас надо сделать снова один таумометр, чтобы легче было нам играть. И опять я положил куда-то, где они все. У меня кристаллы только что были, я их положил, они у меня пропали. А, вот они. Так, и возьмём одно стекло. Итак, вот так сделаем. Или наоборот. Да. Так, и теперь находим любой предмет, точнее скренируем все предметы и находим предмет, у которого есть две магии. Это, вот этот вот кристалл порядком. Давайте теперь положим в, точнее сбросим в тигель несколько кристаллов порядком. Раз, два. И сделаем магический жир. Магический жир сделан, и теперь нам надо сделать ту свечку. Ну, давайте, мне нужно ещё совсем немного. Ой. Всё. Так, теперь возьмём нитки и сделаем магический белый свечу, точнее. Итак, по цвету всё равно, какая она будет, белая или же жёлтая. Мы просто приходим к матрице и делаем следующим образом. Ставим вот здесь голову, вот здесь голову. Так, нет. Не так. Вот здесь голову и вот здесь голову. Значит, тут ставим свечку и тут ставим свечку. Так, вроде бы правильно. И потом ставим вот здесь голову, здесь свечку и вот здесь голову, вот здесь свечку. И у нас получается какая-то пропорциональность, хоть какая-то. Теперь мы можем сделать первый предмет из таункрафта с помощью наполнения. Давайте прямо сейчас сделаем, попробуем точнее. Это будет, наверное, меч бури. Почему меч бури? Потому что, мне кажется, он очень лёгкий. Ну, очень легко делается. Давайте прямо сейчас возьмём, изучим его. Так, у меня тут аспектики. Так, наполнил кровь, чтобы железный блок сделался. Мы же занимались evilcraft'ом и у нас нужно кровь. Но я это буду делать со временем. Итак, изучим меч бури и я вам покажу, как он делается. Итак, вот так делается меч бури. Теперь мы... Нам нужно сделать один таун меч. Для этого надо найти... Точнее, можно не находить или можно находить... Сейчас, подождите. А, можно не находить. У нас есть два таун слитка. Мы делаем таун меч и находим следующие ресурсы. Какие ресурсы, я вам сейчас скажу. Это одна древесина великого дерева. У меня есть такая. такая. Потом два грозовых кристалла и один алмаз. Алмаз у нас есть, а с грозовыми кристаллами у нас проблема. В чем прикол? В том, что грозовых кристаллов тут... Точнее, кристаллы нужны именно грозовые. Другие не помогают. Поэтому сейчас мы тэпимся в фарм и ищем грозовые кристаллы. Итак, грозовые кристаллы найдены. Теперь быстренько складываем все предметы, которые нам не нужны. Поднимаемся на матрицу и смотрим, как их надо располагать. Итак, мы будем работать в таком направлении. Значит, нам нужно поместить вот так грозовые кристаллы. Потом поместить вот здесь древесину великого дерева и вот здесь алмаз. Посередине поставить тау-меч. Дальше нам нужно найти вот такие аспекты и поместить их в банки. Но для начала нам нужно сделать эти банки. А банки у нас сделаются вот здесь. Довольно легко делаются. Нужно очень много стекла и плиты деревянные. Давайте быстренько сделаем. Потом я добуду следующие аспекты, которые нам нужны для меча бури. И мы сделаем, посмотрим на этот процесс. Потенция, мотус и айр. Итак, все банки подготовлены и теперь мы готовы сделать меч бури. Давайте проверим. 8 айр, потом 8 мотуса. Так, где у нас мотус? 8 мотуса и 8 потенция. Итак, все готово. Теперь мы готовы взять палочку и начать процесс. Итак, палочка взята. Для того, чтобы начать процесс, надо нажать на матрицу и немного отойти. Итак, смотрите, видим, как эссенция высасывается из банок и скоро все будет готово. Как нам говорят, незаметна будет нестабильность, незаметная. Ну и пока он делается, давайте посмотрим, на что он способен. Так, при сражении с врагом лезвие будет проноситься по широкой дуге, поражая других врагов, стоящих рядом с вашей главной целью. При блокировании меч создаст вокруг вас воздушный щит, отталкивающийся стрелы, врагов и предметы. Также при блокировке меч будет смягчать падение, превращая его в парение. Итак, тадам, меч бури готов. Вот так мы выглядим вместе с ним и давайте проверим его не составляющие, а способности. Вот, сжимаем мы блокировку и у нас вот так парение. Давайте попробуем типа упасть, да, вот, вот так парим. Итак, вроде бы отличный меч и давайте его попробуем зачаровать. И он чаруется. Небесный Клара, я его зачаровал. Сорян. И он немного хуже, чем меч огня. Давайте его наверное прокачаем, может тогда он будет лучше, чем меч огня. И да, смотрите, появляется новая билка Стрэндж и у нас почему-то все равно 7 урона. Ну ладно, поносимся пока что с данным оружием, потому что оно клевое и пора бы сделать новую фигнюшку для пьедестала. Давайте вот так вот сделаем, или нет, подождите, как он там делается. Вот, вот так делается. И тадам, новая эра. Это значит старая эра, тут у нас какие мечи, меч из магических листьев, край, стингер констракты и обычный железный меч. А вот здесь будут мечи, которые мы будем делать. Твой Лайт Форест это такой хороший меч, вот, вот эти мечи тут 6-7 урона. И у мечи буря 7-7 урона, но главное здесь не дэмэдж, он помогает нам вообще способностями. Ну, и на такой хорошей волне мы заканчиваем эту серию. Итак, попрошу вас поставить лайк, подписаться и написать хороший коммент. А с вами был Халлоу-7 и меч буря. Всем бай-бай.